Друзья, и снова здравствуйте! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне на канал. И сегодня я хочу рассказать и показать вам, как я готовила очень вкусный, простой в приготовлении и быстрый торт. Но в этот раз этот тортик будет с выпечкой. Друзья, поверьте, но это готовится настолько просто и быстро, что вы будете удивлены. И начинаем с приготовления бисквита. К белками добавляю немножечко соли и взбиваем до пышности. Добавляю сахар, немножечко взбиваю и ввожу желтки. В принципе, вы можете испечь абсолютно любой бисквит, который вы любите, или даже купить уже готовый. С взбитыми яйцами добавляю сметану, можно заменить на молоко. Разрыхлитель и муку просеиваем через сито. Если я использовала в рецепте 5 яиц, значит я добавляю 5 столовых ложек с горкой муги. Если 6, значит 6. Так что, друзья, ориентируйтесь. Все хорошенечко перемешиваем и получившийся тесто я отправляю на противень, который выстилаем в бумагу для выпечки. Равномерно распределяем тесто по всей поверхности и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 12-15 минут, друзья. Не передержите бисквит, это очень важно. Тогда ваш тортик получится вкуснее. Оставляем на несколько минут остывать и нарезаем вот таким вот образом, друзья. Этот бисквит я нарезаю еще немножко даже теплым, а пока он будет остывать, я подготовлю крем. Нарезала я на вот такие вот кусочки, но хочу сказать, что можно было бы нарезать еще мелче. Друзья, по этому рецепту получается очень хороший бисквит. И, конечно же, нам остается приготовить крем. К холодным сливками добавляю сахар и ванилин. Взбиваем до пышности. Сливки можете заменить и на сметану. Добавляю филадельфию или маскарпоне. Кстати, как я готовлю сливочный сыр в домашних условиях, будет ссылочка в описании под этим видео. Взбиваем и наш крем готов. Добавляю сюда клубнику. Я ее нарезала небольшим кубиком, но можно ее и просто потолочь или даже перебить блендером. Но мне нравится, когда чувствуются кусочки клубники. Кстати, заранее я желатин замочила в воде. И уже когда крем готов, растапливаю в микроволновке и соединяю вместе с кремом. Вначале я добавляю пару ложечек в желатин. Все хорошенечко перемешиваем. И дальше вот эту вот желатиновую массу я отправляю в крем. Все очень хорошо и быстро перемешиваем. Нам желатин в этом рецепте нужен только для того, чтобы крем все-таки более хорошо схватился. Берем разъемное кольцо, я его ничем не выстилала. Выкладываем на блюдо и половину бисквита просто распределяем по поверхности кольца. У меня и тортик диаметром получился 22 сантиметра. Отправляем половину крема и сверху все засыпаем оставшимися кусочками бисквита. Заливаем оставшимся кремом. У меня с кольца немножечко крем убежал, в этом нет ничего страшного. Если вас это смущает, можете приготовить такой тортик в глубокой миске. Равномерно распределяю крем, друзья, и все отправляю в холодильник на 2-3 часа. У меня прошло только полтора часа, я его попроверила, смотрю, что у меня уже все застыло. Времени для украшения также не было, но, как по мне, получилось неплохо. И через полтора часа пробуем, друзья. Посмотрите, какой тортик нежный-нежный и безумно вкусный. Вот в разрезе получилась у нас такая красота. Это очень ароматно и, конечно же, вкусно. Все, пробуем. Хочу сказать, что времени на самый процесс приготовления я потратила не больше полчаса вместе с выпечкой. Друзья, это вкусно, это просто все натуральное, домашнее. Мои дети были просто в восторге. Такой тортик оценили все. Даже не могу сказать, какой он на следующий день, поскольку его не осталось ни кусочка. Ну что ж, мои дорогие, вот такой вот рецептик. Если он вам понравился, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Я буду очень рада к новой встрече. Всем пока и приятного вам аппетита!